Всем привет! Ранее мы рассмотрели топ-10 ручных противотанковых гранатометов мира, ссылка в описании. А в этом ролике представлен обзор на 10 самых популярных ручных гранат мира. Первые ручные гранаты появились еще в 15 веке и на протяжении столетий модернизировались, не утратив своей актуальности в качестве карманной артиллерии по настоящее время. Представляют собой взрывчатый боеприпас, предназначенный для поражения техники и живой силы противника с помощью ручного метания. По боевому применению гранаты делятся на противотанковые и противопехотные, а последние в свою очередь подразделяются на оборонительные и наступательные. Итак, на 10 месте советская противопехотная граната РГД-33. Разработанная в 1933 году конструктором Дьяконовым на базе российской гранаты Первой мировой войны РГ-14, РГ-33 является осколочной наступательно-оборонительной гранатой. Заряд взрывчатого вещества 140 грамм тротила. Корпус боевой части РГД-33 имел гнездо в центре, в которое вставлялся запал и закрывался специальной заслонкой. Время горения запала составляло 4 секунды, дальность броска до 40 метров. Со снятой рубашкой граната являлась наступательной с радиусом поражения 25 метров. С установленной рубашкой, имеющей крестообразные насечки, граната становилась оборонительной и радиус поражения составлял до 30 метров. Также связки этих гранат применялись против немецких танков во Второй мировой войне. Масса 500 грамм. Всего произведено свыше 50 миллионов гранат РГД-33. Девятое место занимают советские гранаты РГО и РГН. Разработанные в начале 80-х годов, эти противопехотные осколочные ручные гранаты имеют ударно-дистанционное действие. РГН предназначена для поражения живой силы в наступательном бою, РГО в оборонительном. Радиус поражения РГН 15 метров, РГО 50 метров. Взрыв гранаты происходит при ударе об твердую поверхность. Масса взрывчатого вещества гексогена 92 до 114 грамм. Вес гранат 310 и 530 грамм. Взрыватель становится на боевой взвод через полторы секунды с момента отпускания предохранительного рычага и броска гранаты, что исключает возможность её мгновенного взрыва при случайной встрече с препятствием. Через 3-4 секунды с момента отпускания предохранительного рычага происходит самоликвидация гранаты подрывом. На 8 месте британская граната Милса Разработанная в 1915 году морским инженером Уильямом Милсом, эта граната позиционируется как оборонительная и является самой массовой гранатой Первой мировой войны. Внешний вид гранаты Милса особо не отличался от гранат того времени. Корпус овальной формы выполнен из чугуна, снаружи имелись поперечные и продольные насечки. Ударно-предохранительный механизм включает в себя скобу, чеку и ударник с боевой пружиной. Масса взрывчатого вещества Баратол 70 грамм. Детонация происходит от 4 до 7 секунд после выдергивания чеки и освобождения прижимного рычага. Модификация номер 23 имела отверстие, куда вставлялся небольшой пруд и граната использовалась как винтовочная. Радиус поражения до 91 метра. Масса 765 грамм. Всего произведено свыше 70 миллионов этих гранат. Седьмое место занимает советская противотанковая граната РКГ-3. Принятая на вооружение СССР в 1950 году, эта ручная кумулятивная граната предназначена для поражения танков, самоходных установок, а также для разрушения оборонительных сооружений. Имеет ударное действие. При попадании в цель происходит мгновенный взрыв и кумулятивная струя пробивает броню толщиной до 150 миллиметров. В полете граната стабилизируется и летит донной частью вперед. Для этого во время полета раскрывается матерчатый стабилизатор в форме конуса. Средняя дальность броска составляет до 20 метров. Чтобы купол стабилизатора раскрылся, граната должна пролететь по воздуху хотя бы метр-полтора, и только раскрывший стабилизатор освобождает предохранитель. Масса 1 килограмм, имеет модификации 3Е и 3ЕМ с увеличенной бронепробиваемостью до 220 миллиметров. И хотя для борьбы с танками с динамической защитой эти гранаты малопригодны, с БМП и БТР они справляются без труда. На шестом месте американская граната Марк-2. Эта ручная оборонительная граната была принята на вооружение армии США в 1918 году. Применялась как в Первой, так и во Второй мировой войне. Имеет чугунный корпус с насечками, заполненный взрывчатым веществом. Разрывной заряд составляет 21 грамм бездымного пороха или 57 грамм тринитротолуола. Дальность броска до 40 метров. Радиус поражения 20 метров. Время замедления запала до 5 секунд. Масса 595 грамм. Также производилась модель Марк-2 Х-Эксплозив, заполненная вместо пороха тротилом. Такие гранаты окрашивались ярко-желтый цвет. И хотя Марк-2 считается оборонительной гранатой, быстрая потеря осколками убойной энергии позволяет использовать ее как в обороне, так и в атаке. Пятое место занимает еще одна американская граната М-26. Разработанная в 1950 году, эта ручная оборонительная граната использовалась как в корейской, так и во вьетнамской войне. М-26 имеет яйцевидный металлический корпус, составленный из двух половин. Вдоль внутренней поверхности корпуса плотно уложены спирали стальной проволоки. Разрывной заряд 165 грамм состава B. При взрыве образуется около 1200 мелких осколков, дающих зону сплошного поражения в радиусе 9 метров и сохраняющие убойное действие на дальности до 20 метров. Масса 450 грамм. Дальность броска до 50 метров. Время горения замедлителя запала до 5 секунд. М-26 стала весьма популярной и получила широкое распространение в разных странах мира. На четвертом месте немецкая граната Штильхендгранаты. Разработанная в 1915 году, эта осколочная противопехотная наступательная ручная граната использовалась как в Первой, так и во Второй мировой войне. Предназначалась для поражения живой силы противника осколками и ударной волной. Граната состоит из металлического корпуса, внутри которого находится взрывчатое вещество на основе аммиачной селитры, капсюль детонатора и полой деревянной рукоятки с размещенным в ней воспламенительным механизмом. Для применения гранаты нужно было отвинтить крышку в нижней части рукоятки, энергично дернуть завыпавший шнур с фарфоровым кольцом и немедленно бросить гранату в цель. Время горения замедляющего состава запала было довольно долгим. Взрыв происходил в промежутке от 5 до 8 секунд, поэтому нередки случаи, когда противник успевал бросить гранату обратно. У советских солдат эта граната получила прозвище «колотушка». Масса взрывчатого вещества – 180 грамм, масса гранаты – 500 грамм, радиус поражения – до 15 метров. В 1924 году в её конструкцию были внесены незначительные изменения, поэтому часто эту гранату также называют М-24. Для борьбы с бронированными целями и разрушения заграждения огневых точек применялись связки гранат. С одетой рубашкой повышалось поражающее действие. Достоинствами гранаты являлись простота и дешевизна производства, безопасность при падении и невозможность случайного срабатывания. Третье место занимает советская граната РГД-5. Принятая на вооружение Советского Союза в 1954 году для замены РГ-42, РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного наступательного типа. Предназначена для поражения личного состава противника фугасным действием взрывчатки и осколками, формирующимися при разрушении металлической оболочки. Внешне граната имеет овальный корпус из тонкой стали. Отверстие в корпусе, в которое вставляется запал, закрывается пластмассовой пробкой, чтобы исключить попадание влаги и грязи. Масса гранаты с запалом – 310 грамм. Заряд взрывчатого вещества тротил массой 110 грамм. Взрыв гранаты происходит через 3-4 секунды после того, как отпускается рычаг и ударник запала накалывает капсюль. Радиус убойного действия осколков 25 метров. Дальность метания до 50 метров. Второе место занимает американская граната М67. Созданная в 1968 году, М67 по сегодняшний день является основной ручной осколочной гранатой армии США. Похожая на яблоко, она начинена композицией B, текучей смесью из гексогена и тринитротолуола. Корпус из тяжёлого металла не имеет насечек, но практика показала, что это ничуть не мешает образованию достаточного количества осколков. За характерную форму корпуса, сходную с мячом, американские военные прозвали М67 бейсбольной гранатой. Точность броска благодаря этому существенно повышается. Вероятность случайного взрыва практически полностью исключена благодаря предохранительному кольцу, удерживающему рычаг. Масса 369 грамм. Взрыв происходит от 4 до 6 секунд после освобождения рычага. Радиус поражения до 25 метров. М67 и её копии используют армии более десятка стран мира. Ну и наконец на первом месте самая популярная ручная граната мира – F1. Французская ручная оборонительная граната F1 была принята на вооружение французской армии в 1915 году и использовалась в двух мировых войнах. Своё название «Лимонка» она получила ещё в Первой мировой войне. А в 1940 году в СССР на её базе создана советская граната F1. Первоначально эти гранаты снаряжались запалом Ковешникова, но в 1941 году на снабжение принят запал УЗРГ, унифицированный запал к ручным гранатам. Взрывчатое вещество тротил, масса 690 грамм. F1 отличает от других гранат значительная дальность разлёта осколков, вероятность поражения сохраняется на дистанции вплоть до 200 метров. Поэтому метать её желательно только из-за укрытия, из бронетранспортера либо танка. Также гранаты F1 часто используются при постановке растяжек, что обусловлено количеством осколков, повышающих шансы на поражение противника и надёжным запалом, которому не повредит длительное нахождение в неблагоприятных условиях перед тем, как сработает растяжка. «Лимонка» и по сегодняшний день используется многими странами мира и применяется фактически во всех военных конфликтах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Смотрите ролики про все пулемёты Советского Союза и оружие Германии во Второй мировой войне. Нажимайте на колокольчик возле подписки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok